Печальная статистика купального сезона в Солигорском районе уже открыта. Буквально вчера спасатели Освода извлекли из воды тело мужчины. Труп достали возле Митявического моста. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Не исключена версия суицида. По данному факту, следственным комитетом проводится проверка. К слову, на водоемах страны с начала года утонуло уже 218 человек. Из них 23 несовершеннолетних. Чтобы отдых не закончился трагедией, сотрудники Освод советуют взрослым быть максимально внимательными. Не злоупотреблять спиртными напитками и не оставлять детей без присмотра. Купаться в отведенных местах, которые проводились чистка пляжей, уборка от мусора, коряк всяких. Официально подписана бумага и выставлены буи, чтобы были оградительные, чтобы не заплывать на глубокие места. Если ситуация на воде произошла, когда человек чувствует себя плохо или понимает, что он тонет, то, конечно, нужно успокоиться, не паниковать в первую очередь, уменьшить нагрузку на те мышцы, которые произошла в судороге. И может где-то лечь на спину и возвращаться в ближайшую сторону берега. Специалисты рекомендуют купаться в солнечную погоду. При температуре воздуха выше 20 градусов, а воды не ниже 18. Долго находиться в воде также не следует. Это чревато судорогами мышц. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде в зоне официальных рекреаций дежурят спасатели. С 1 июля пост усилен. Сегодня на дежурство с 10 утра до полдевятого вечера выходят два спасателя и медицинский работник. Пятница, суббота, воскресенье и все праздничные дни, а также в дни, когда массовое пребывание в день на пляже, медицинский работник, где же находится, в спасательном посту. И любой желающий может обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Плюс к тому же пост выставляется у нас еще на ведомственном подваже пляжа Санитово-Сантория «Березка». И зона действия станции 1200 метров спасательной станции, на которой сидит наблюдатель на вышке, наблюдает всю акваторию в радиусе 1200 метров. Мы под нашей охраной. Сегодня в Солигорском районе три официально разрешенных места для купания. Это место отдыха на реке Вызенка в поселке городского типа Красная Слобода, пляжные зоны водоемов в агрогородке Готск и деревне Соковичи. Купаться здесь безопасно. На этой неделе введен запрет на купание на Солигорском водохранилище. Здесь отмечены нестандартные показатели по микробиологическим исследованиям. Это может вызвать рост кишечных и кожных заболеваний. Кто-то прислушивается к запрету, а кто-то закрывает на него глаза. Специалистами органов госанадзора пробы отбираются еженедельно по микробиологическим показателям и один раз в две недели по санитарно-химическим показателям. В обнаружении нестандартов по микробиологическим показателям выносится постановление о ограничении купания взрослых и детей. Приходим мы сюда частенько, но мы приехали сюда к бабушке в отпуск, поэтому мы так, на месяц. Но мы не купаемся. Специалисты настоятельно рекомендуют не подвергать свою жизнь, здоровье и риску купаться только в разрешенных для этого местах и соблюдать правила поведения на воде.